Привет, друзья! С вами снова я, Антон Зетт, у меня в гостях Альберт. И сегодня мы расскажем вам про мой новенький сетап, который мне посоветовал собрать Альберт для моих нужд. Я ему сразу сказал, Альберт, я хочу снимать влоги, я хочу снимать экстрим, и чтобы это все было компактно, круто, красиво, и вам все нравилось. Ну так и было, да. Показывай, давай, доставай. Так, это у нас камера, раз, и стабилизатор, два. Камера, это у нас, получается, Sony ZV-1. Вышла она, по-моему, в прошлом году, 2020, да? Да, 2020 года. Совершенно новенькая. И это у нас трехосевой стабилизатор, как правильно? Zhiyun. Zhiyun Crane M2. Так, отлично. Начнем с камеры. Когда Антон спросил, что ему выбрать, я ему говорю, Антон, ну вот, насколько я знаком с твоим контентом, вот эта камера идеально подойдет. Во-первых, она компактная, а ты часто там катаешься везде. Да, я вот не люблю, чтобы у тебя была большая камера, тебе просто ее некуда засунуть. Ты все время на скейте, а эту камеру можно хоть кинуть в карман, и ничего. Да. Во-вторых, в этой камере есть более продвинутые функции, если сравнивать ее с экшн-камерой. То есть тут у тебя уже есть возможность расти профессионально, ты там учишься работать уже с экспозицией. С-ЛОГ, 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 С-ЛОГ. Главным для меня было аспектом, то, чтобы эта камера еще записывала хорошо звук, потому что, когда вот ты снимаешь какой-то влог или экстрим, не получается вешать в бетличку, и вот эти провода все это висит. Два аспекта хорошего видео, это звук и свет. Мы снимаем часто днем или в студии, где есть искусственный хороший свет, ну а на улице, само собой, всегда освещение хорошее. Что касается звука, здесь трехкапсульный микрофон. Кстати, у нас здесь еще одна ЗВ-шечка стоит, поэтому, оп, смотрите, вот здесь микрофончик. Да, мне кажется, скоро будем уже все на ЗВ снимать, везде. Да, и ветрозащита. Кстати, ветрозащита очень удобная, прям и смотрится гармонично, мне прям очень нравится. Котик, да. Еще один немаловажный пункт, почему я посоветовал купить Антону эту камеру, это встроенный ND-фильтр. Мы снимаем с определенными настройками видео, то есть мы, допустим, мы снимаем 25 кадров в секунду, соответственно, выдержка должна быть 1,5, то есть кратное количество кадров. Если мы снимаем днем на ярком солнце, да и, в принципе, просто в пасмурную погоду, для камеры будет очень ярко, поэтому ND-фильтр, фильтр переменной плотности, всегда в таких случаях выручает. В случае с экшн-камерой, то там как бы встроенных ND-фильтров нет, поэтому Антону приходилось вот прям на линзу их клеить. Это было максимально неудобно. Несмотря на то, что камера хорошая, удобная, у нее есть даже своя встроенная стабилизация, я также решил немножко упороться и сказал, что Альберт, хочу, чтобы картинка была максимально плавная, потому что я перехожу уже на более серьезный уровень, это Sony, это уже настройки, это уже надо во всем этом шарить, настраивать все эти слоги, к этому приду. Также она еще монтирует в премьере, поэтому Альберт сказал, что нужен стабилизатор трехосевой, и вот посоветовал мне взять вот этот... Да, Zhiyun. Zhiyun. И вот сюда еще покажу. Оп. Почему мы остановились именно на этом стабилизаторе? Камера ZV маленькая, легкая, соответственно, для нее примерно подходящий нужен стабилизатор, который сможет потянуть этот вес. То есть они по весу подбираются? Ну, примерно, да. Ребята, я вас в стабилизаторах вообще не шарю. Если в камере я немножко могу там понимать, то в стабилизаторе я ничего не знаю, поэтому Альберт сегодня и покажет мне, как его настраивать, как прицепить эту камеру, ну и полностью обучит меня, тем самым и вас, ну и как вы сможете посмотреть. А также мы еще сходим на улицу и сделаем несколько тестов, сравним, потому что у нас есть две ZV. Сравним обычный монопод и две самые стабилизаторы. Вот. Если что, Антон раньше снимал вот с такой палкой ходил. Ну, кстати, было, знаешь, неплохо, я тебе могу сказать. Прикольная палка, нормально. Ну, хочется уже расти, поэтому сегодня мы распаковываем наконец-таки. Стаб, трехосевой. Прям сбылась. Твой стаб, открывай. Так, ну что? Открывай. Стабилизатор. Почти как у тебя. Ну, рассказывай, Альберт, что к чему, что куда и как называется? Как называется? Это значит у нас ремешок. Вот сам стабилизатор. Маленький, маленькая тренога к нему. Блин, он такой легкий, я думаю, он будет супертяжелый. Мобильный же. М. А, значит, М это означает, что мобильный. А2. Вторая версия? Вторая версия. Супер. То есть этот еще стабилизатор также подходит для телефонов. Я могу сюда телефон прицепить, прицепить ZVHU. И я так понимаю, что если он выдерживает... Тут есть для телефона защелка. Ну, клипса или как-то. Ага. Прищепка. И кабель зарядки и Type-C. А, так, тут USB Type-C. Ну, сейчас уже все почти на Type-C. Да, винтик и быстросъемная площадка. Стабилизатор нужно отбалансировать. То есть вот у него три мотора, соответственно, три оси. Вот получается вот это, вот это, вот это. Да, их надо... Поэтому называется трехоси воин. Да, их надо отбалансировать с учетом веса камеры. Прикрутили, значит, мы треногу к нему. Да. Что ты сейчас делал? Я тут есть блокировка оси, ну, то есть для переноса. То есть вот все оси заблокированы, ты вот так вот бросил его в рюкзак и пошел. С чего мы начнем? Стаб мы пока отложим. Тут есть быстросъемная площадка. Я так понимаю, быстросъемная, это значит, что ты ее отцепил сразу от стаба и все. То есть ничего не нужно откручивать. На случай, если тебе надо быстренько камеру снять, без стабилизатора что-то снять. Ты прикрутишь на маленький слот, да, вот это? Да, я прикручиваю в маленький, вот так вот. Камеру нужно развешивать во включенном состоянии, чтобы объектив был высунут, ну, и экран в удобном вам положении был. Мы будем развешивать вот в таком положении. То есть оно все вот сюда вставляется. А, вот эта кнопка специально, да, что у вас защитная? Да, это блокировка. То есть, чтобы у тебя, видишь, камера не выскочила. Не выскочила, да. И вот этим ты ее затягиваешь здесь. Теперь мы камеру балансируем по всем осям, чтобы она вот никуда не заваливалась и, в принципе, была ровно. Начнем, наверное, с оси крена, по-моему, я не помню, как она называется. Ну, будем называть задней оси, окей, вот. Короче, начинаем вот с этой оси. Я вот здесь расслабляю барашек и камера, вот она, влево-вправо двигается. Короче, выбираешь полностью золотую середину. Ну, в принципе, вот так. Подожди, а так я сейчас попробую. Не, подожди, да, я тебя сломаю сейчас, а ты заново пробуй. Экзамен начался уже сразу. И вот здесь я выбираю уже. Да, то положение, когда камера никуда не будет наклоняться. Да, и затягиваешь. Ну, не сильно, да, вот это? Ну, так, да. И здесь есть маленький фиксатор. Вот, если видишь, вот он здесь. И ты этот фиксатор ставишь по линейке, потому что, когда тебе нужно будет разобрать стабилизатор, тебе придется сдвинуть мотор, чтобы сложить его. Я понял. А это чтобы, типа, потом опять не балансировать, и уже знаешь. Чтобы не балансировать, и знаешь, в каком положении у тебя стояла эта ось, и все. И ты фиксируешь ее. Нужно отстабилизировать вот эту ось. Камера, как видишь, заваливается назад. Если камера заваливается назад, значит, нужно ее подвинуть чуть-чуть вперед. То есть мы на быстросъемной площадке просто двигаем? Да, именно на быстросъемной площадке, вот по этой рельсе, я ее сдвигаю вперед, чтобы она зафиксировалась. Вот. Ну, ровно стоит. Да, зафиксирую. И все, и затягиваю. Так, а вот это у нас ось что-то делает? Да, теперь эту, эту ось. Мы разворачиваем объективом вверх, расслабляем вот эту ось. Камера заваливается вперед, значит, надо ее чуть-чуть поднять. Чем лучше камера отстабилизирована на стабе, тем меньше моторы будут тратить энергии, чтобы стабилизироваться. И греться, тем самым. Да, и осталась последняя ось, вот эта нижняя. Я ставлю стабилизатор горизонтально. Вот, я понял. И если у нас мотор начинает заваливаться тут вниз или вверх, то вот эту ось, сейчас я покажу, вот, я его ставлю горизонтально. А, все, и начинаю. И мотор упал вниз. Все, понял. Он падает вниз, то есть, надо его ось чуть-чуть задвинуть. Да, давай включим, чтобы она выехала. Все, еще раз проверяю. Все, мотор остался на месте. Если она немножко куда-то заваливается, это не страшно, потому что мощности моторов, в принципе, там более чем достаточно, и они вывезут. Застабилит ее. Да, ну и все, и включаем. Оп. Все, работает. То есть, вот так мы отстабилили, включили, и все, идем снимать. Да. У стабилизатора есть там куча режимов, но, типа, по основным прохожим. Давай, сам годовый, который мне вот нужны. Да, в принципе, в котором я очень часто работаю, это Panfollow называется. Вот здесь буковка P и F. Panfollow – это камера будет следить по... По оси Pan, ну или там по оси X, как хотите, называйте, вот. А по оси Y камера не поворачивается никуда. Все. Угу. Сюда следит, вниз, вверх не следит. Следующий режим – это полный follow. Follow по всем осям, то есть по оси X, по оси Y вот камера начинает. То есть, куда ты ее повернешь, туда она и будет вести. Да, куда она следит за всеми твоими движениями. Ага. Но не по оси вот это, как по оси Z. Короче, по вот этой оси она не следит. Поэтому здесь есть режим POV. То есть, она еще, видишь, наклоняется. А, то есть, ты хочешь какой-нибудь клип крутой снимать, вот такие движения. По-моему, тут Vortex еще, вот это есть режим странный, когда там вот так вот камера вращается, видимо, в клипах. Да, да, да. А, это из стабилизатора так делается? Да. Круто вообще. Да, и режим полной блокировки осей. То есть, вот как я ее не верчу. О, нифига, ну подожди, это уже интересно. То есть… Камера всегда будет направлена… Вот, вот это, мне кажется, режим офигенно подойдет для съемки follow какой-нибудь на скейте. В принципе, да. Когда ты едешь за райдером, тебя вот так колбасит, ты пытаешься пушиться, и она все равно держит одно положение. Ну да. Как бы даунхилл самое то снимать. Так страшно, дыхай ехать. Про самый топовый Антон Режим сказал. Давай. Три раза на курочек надо нажать. Ооо, слушай, это вообще удобно. Холодно, пипец. Ну, хотя вот малые катаются на матрушках, им нравится, а я буду сегодня кататься вот на нашем любимом скейтборде с Алиэкспрессом. Он до сих пор еще живой, уже целый год прошел. Но теперь мы будем его тестировать еще вот в таких вот снежных условиях. Вот сейчас я снимаю просто с монопода, без какой-либо стабилизации. Стабилизация, по-моему, только в камере у нас сейчас включена. Итак, все включено. Петр, мы с тобой как два близнеца, только ты, конечно, круче со стабилизатором, а я вот с такой вот палкой обычной. Так, ну что, мы сейчас будем сравнивать. Какой у нас будет первый тест? У нас, в принципе, все настройки полностью стоят одинаковые на камерах. Камеры, собственно, тоже одинаковые. Итак, ребята, здесь у нас, получается, камера находится ZV-1 на обычном моноподе. А эта камера у нас на трехосевом стабилизаторе. Крейн М2. Сейчас Альбер будет за мной бежать, как коп, а я с доской побегу. Готов, Альбер? Давай. Все, пока. Не догонишь. Где доска? Я потерял. Вот она. Итак, Антон, пройдемся еще раз по основным пунктам, почему я тебе это все посоветовал. Во-первых, камера полностью отвечает всем твоим задачам. Во-первых, тут очень крутой автофокус в камере. Режим Product Showcase, когда вот блогеры вот так вот в кадр что-нибудь... Вот смотрите, на что у нас сегодня обзор. Вот на моей камере, видишь, автофокус... Фитеработал, да. Не очень. А на ZV фитеработает. Вот он сейчас только поймал. А на ZV... Вот вам пример с обзором на фингерборды. Во-вторых, тебе наконец-то есть куда расти. То есть куча профессиональных и околопрофессиональных функций, такие как гибрид лог гамма, S-лог. Наконец-то начнешь изучать основы экспозиции, Антон. Ну и стабилизатор, чтобы все было плавненько. Ну да, я так понял, что с стабилизатором не так уж и просто, на самом деле, ходить. Ну да, кое-какой навык все-таки надо себе выработать. Что есть там, ходить на полусогнутых ногах. Коленочки, как пружинки. Самое приятное, знаешь, что мне очень нравится? Это очень компактный сетап. Ну собери его давай, как он в собранном состоянии. В собранном состоянии, смотри, показываю. Надо его выключить. Давай. Все, камеру вырубаю. Вот здесь одну ось надо разблокировать. Красную, да, вот прям подсвеченную сразу? И все. И у тебя здесь... Вот так все блокируется. Вот здесь чуть-чуть затянул. И вот здесь вот этот красный переключатель. Замок. Замок. Все. Воу. И все, в рюкзак бросил и пошел. Реально. Да, и самое прикольное, смотри, если тебе надо что-нибудь снять, быстренько. Вот здесь расслабил, кнопку нажал, все. Четко. И на штатив прикрутился. Да, и самое главное, тебе не надо ничего заново балансировать. Я уже хочу, наконец-таки, чтобы было лето, чтобы мы могли покататься, поснимать, даунхилл, скейтбординг, вообще лайфстайл, попутешествовать с этой камерой. Потому что, ну, с таким сетапом нужно создавать море контента. Антон, посвящаю тебя во взрослую жизнь. Спасибо, Альберт. Спасибо за такой топовый сетап, который ты мне подсказал собрать. Как бы, если соотносить цена возможности, то топ за свои деньги. Топ за свои деньги. Мы погнали дальше снимать контент. Спасибо, что посмотрели это видео. Обязательно подписывайтесь на Альберта. Он знает все про видеосъемку. Консультируйтесь у него, если, конечно, вам расскажут об этом. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте максимально стабильные лайки, чтобы они у вас так не шатались. Катайтесь на скейтборде, катайтесь на лонгборде. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok